Значит, дело было так. В 1956 году состоялся 20-й партийный съезд. На котором первый секретарь ЦК партии Хрущев критиковал политику Сталина. В том числе о преступном выселении народов в Сибирь. Впервые там заговорили и об ингушах. Это в Кремле, в Кремлевском дворце съездов и так дальше. Я в том году поступил в Уральский политехнический институт. Это Екатеринбург. Тогда он назывался Светловск. Институт назывался так. Уральский политехнический институт имени Кирова. Сейчас этот институт называется именем Ельцина. Поскольку Ельцин тоже окончил этот институт. И его жена, которая живая сегодня. Но так получилось. Я в 1956 году поступаю. А они окончили в прошлом году, в 1955 году. Для чего я эти вступления делаю, я куда иду. Я на ходу составляю сценарий. Так вот, ко мне приехал брат, а мы жили в Кустанайской области, Северный Казахстан. Три дня у него не поворачивался язык, что он приехал за мной. Мы едем домой на Кавказ. А для меня домой это все. Для меня ничего не существует. При том, что я студент. Вечерами хожу на танцы. Девушки, ребята. Начинается вот это самое... Это очень культурный город Свердловский. Селяжничество. Вот это рок-музыка. Начало этой рок-музыки. То есть все, что для молодого человека, все у меня есть. Но я вырвался оттуда и прямо приехал в городе Кавказ, посмотрев сначала в этот самый справочник. Узнав, что там в горном металлургическом тот же факультет промышленное и гражданское строительство. Али Базиев уже был дома. Али Базиевич Цицкиев. То есть он с семьей уже вернулся и осел в Джайрахе. Мы с ним встретились во Владикавказе на площади Штыба. Но виделись несколько месяцев назад. Это небольшой срок. Другими словами, узнав, что я ингуш, меня в институт не приняли. Осетины не принимали даже детей в школу. Детей. По этому поводу я написал жалобу в Москву, в Министерство высшего и среднего образования и в ЦК партии. Многие писали и родители, что и детей не принимают в школу. Приехала комиссия, хотели меня восстановить, но я их, вот этих людей, так возненавидел. Другими словами, я сказал, не восстанавливайте, я все равно там не буду учиться. И тут же, в 9 января 1957 года, а я приехал в декабре, восстановили республику, Чечено-Ингушскую автономную советскую социалистическую республику. Тут же я поехал в Грозный и по комсомольской линии на работу меня взяли. Вскоре открывался район, назывался он Первомайский, Галашкинский район. Туда меня направили с секретарем райкома комсомола. А туда входил и Джайрах. А в Джайрахе жил Цицкиев Али. Вот дедушка Веслана, Нянда. Мы близкие родственники, там жили вместе, там в Сибири, куда нас сослали. Его жена, Фаржет, была близкой родственницей моей матери. Она со своей сестрой Тазрет часто бывала у моей матери, как родственники, они друг к другу ходили. Я дружил и учился вместе с сыном Али. С Уламбеком. Тезка мой. Он Цицкиев Суламбек, я Катиев Суламбек. Али был очень уважаемым человеком. И среди ингушей, и среди начальников местных, местной власти. Если случилась какая-нибудь беда с ингушом, проживающим там, в нашем колхозе, а туда входило и село Симоновка, где жили Цицкиевы, то он немедленно, значит, пользовался со своими связями с районным центром и, будь то конфликт, суд, судимость там и так дальше, моментально решал через прокуратуру, через суд там. Ну, такой человек был очень общительным, очень уважаемым. Он всегда находил быстро общий язык. С любыми людьми. Вот так мы жили все эти 13 лет, все эти годы. И последний год, в 55-м году, Али переехал в Боровое, курортное место. Ну, такое для местного понятие, это было хорошее место, Боровое. Туда они переехали. У него был мотоцикл новый, зеленый новый мотоцикл. Поскольку он переезжает, он его продавал. Этот мотоцикл купил мне мой отец. А достать мотоцикл было невозможно. Мотоцикл, это как космическая ракета для нас. Вот на этом мотоцикле я катался до 56-го года, в общем-то год с лишним. И теперь, когда я стал секретарем райкома комсомола Галашкинского района, я часто ездил в Джайрах, поскольку эта территория входила в наш район, в Первомайский, Галашкинский. В Галашкинский район входили Алхасты, Галашки, Мужичи, Дяттах и два Алкуна. Там Джайрах, Гули, Олити. В Джайрахском районе. И в очередной раз, когда я приехал в Джайрахский, в Джайрах, а там курорт наш работал. Главным врачом курорта был грузин. Вот. С грузинами у нас всегда были хорошие отношения. А когда мы были в Сибири, то этот район входил в состав Грузии. И, естественно, они не только уехали, они оставляли свои вещи, оставляли скот баранам, возвращающимся ингушам. в отличие от других соседей, о которых мы знаем, самых дорогих наших соседей. И они мне говорят, наверняка в этом селе должен быть Сельский Совет. поскольку я здесь проживаю, я бы мог потянуть эту работу председателю Сельского Совета. Я говорю, хорошо я поговорю с первым секретарем райкома партии, с Козориным. У меня были хорошие отношения с первым секретарем Иваном Эммануилович Козорин был такой. Вещи, о которых я сейчас рассказываю, в этом году, вот уже в феврале, сколько? 62 года назад это было. Вот. У меня удостоверение сохранилось с секретарем Иваном Комсомолом. Я забыл его в карман положить, хотел показать. И я действительно переговорил с ним. Козорин мне говорит, а вы его как знаете? Я говорю, это мой родственник, мой близкий родственник. Я его знаю, я за него ручаюсь. Хорошо, дайте сигнал, пусть приезжает, мы познакомимся. Он приехал в галашки. Как раз обеденное время наступало. А мы все там работающие ходили в столовую после двух часов, поскольку там ни гостиницы, ни столовую, ничего же не было всего. Вот мы, так называемые начальники, ходили, когда простые рабочие там, значит, простые люди, пообедали после них. Ну, там, как правило, застолья устраивали. И Али с нами, он приехал. А с нами, мы постоянно вместе обедали. Председатель, председатель райисполкома был Шадиев Сулейман Хатуевич. Это, если вам немножко будет понятно, Аушева Руслана, вы еще не забыли Руслана? С жены дедушка. Деда был председателем райисполкома. Вторым секретарем был Котиков Хаджи Мурат, участник Великой Отечественной войны из Яндри. Вот. Ну, вот это такая верхушка. И все. А остальных там, там, на мелких должностях были ингуши. Ингуши не все еще вернулись. А комсомольская организация была небольшая. Поэтому... Ну, в общем, вот я так рисую эту картину специально, чтобы иметь общее представление. И вскоре открыли в Жайрахе сельский совет. Он стал председателем сельского совета. Ну, мэр села, будем так говорить, так в советское время сельский совет назвал. Вот. А... Когда я там работал, после окончания высших партийных курсов при ЦК КПСС в Москве, приехал в командировку, на месячную командировку Чахкиев Осман Асланбекович. Который, через месяц после пребывания его в нашем районе, стал вторым секретарем Чечено-Ингушского обкома партии. Это самая главная должность для ингуша. Выше этой должности не было ни у кого. Должность первого секретаря нам не доверяли никогда все 73 года советской власти. Это было исключено. Вот. Вторыми были или Чеченец, или ингуш. Он стал вторым секретарем. Я их познакомил там же, в этом самом же, в очередной раз приезда Али. А он часто бывал, это был районный центр. Он же приезжал к своему начальнику, к своим начальникам. Вскоре они породнились с Чахкиевым, вторым секретарем. Двоюродный брат Чахкиева Османа был начальником почты района у нас. Вот на его дочери женился сын Али. Али. То есть Беслана не нужен. А Али, эти девочки, у него только один сын и трое девочек было. Ну и на моих глазах они все выросли. Вот. Естественно, мать Беслана меня знает отлично с детства. И я ее, разумеется, знаю. Вот. Это была очень теплая, очень... Эти девочки были очень воспитанные, очень скромные, порядочные. Вот. Вот. И, в общем, таким образом... Вскоре... Там, в Джайрахе, открыли колхоз. Колхоз имени Асланбека Шерипова. И председателем колхоза Чахкиев рекомендовал Али Цыцкиева. Председатель колхоза на колхозах держалась вся советская власть. Колхоз – это коллективное хозяйство. Однажды, учав в Ленинграде, а я после комсомольской работы поступил в Ленинградский институт театра музыки и кино. Первый ингуш, который сюда поступил. Это потом я... Через меня туда поступили. Мамилов, вот так называемый наш кинорежиссер. До Киев. Который до сих пор живет там. Вот. Иду я по Невскому проспекту в 59-м году. Это сколько лет? 60 лет назад. 59-й и 19-й. На Невском проспекте огромнейший был стенд. Окна Роста называется. Окна Роста – это российское телеграфное агентство. Кстати, эти Окна Роста были популярны еще при Маяковском. У него есть стихотворение, посвященное вот этому мероприятию партии. И смотрю знакомые лица на этой фотографии. Сцент детства. Колхоз Чечено-Ингукской АСР, колхоз имени Шерипова, представитель колхоза Цицкиева Али. Там некий Гамботов, Ахильгов, и еще Цицкиевы, и там какая-то доярка. В общем, полнейшая такая картинка об этом колхозе. Я иду из общежития на занятия и не могу оторваться. Понимаешь? Это все из-за меня произошло. Вот так я себе внушаю, поскольку начало этой работы положил я Али, а потом он сам пошел. Вскоре Али в Кремле вручили орден Трудового Красного Знамени из рук Хрущева. Орден Трудового Красного Знамени это второй орден в Советском Государстве. После ордена Ленина. Все начальники, приезжающие из Москвы, из ЦК партии, из правительства, приезжают они в Грозный, а отдыхать едут в Джайрахский район. То есть тогда не район. Джайрах к Али. Ну, естественно. Там бараны, шашлыки, охота, рыбалка. Это там, туда. Тогда там никто не жил. Вот только тех местах, где торги, где вот эти самые, сегодня размещаются пограды войска. Там пустыня была. Это была самая естественная природа. Ничего подобного в мире не могло быть. Форель. В этой самой... Кипела вода от этой форели. Понимаешь? А где дикие ветки не спускались, поскольку никто им не мешал. Туры. А рогатура из этого делали для вина. Это очень дорогое удовольствие было. И вот здесь было заложено начало трагедии Али Базеевича из Киева. Наши соседи не знали, что делать. Как это так? Через нас проезжают московские начальники отдыхать в Кингушан. А они за счет этого всю жизнь только и жили. Понимаете? А поскольку еще в 56-м году, в конце 56-го года, во время определения границы нашей республики, восстанавливаемой, отошел пригородный район к Северной Осетии, так на второй день они пришли опять, значит, просили Джайратский район. Это то, что входило в Грузию. Вот сегодняшний Джайратский район. Об этом описывает Русин, бывший член оргкомитета и бывший министр сельского хозяйства. Дома у меня стоит эта книга. Они, говорят, настолько обнаглели, что пришли на второй день. И Джайратский район дайте нам. Они знали, что это рай земной и что это будет для московских начальников понимаешь, их самым интересным местом в Советском Союзе. и они всячески мешали развитию этого места. Через своих провокаторов они попытались дискредитировать Али. Каким образом? Да. Что, дескать? Да. Там проживать нельзя. В этом, в Джайрахе, в этих самых. Вот. А в Москве они внушали, что они все будут бандитами. Отсюда нужно отселить, расселить ингушей на плоскости. Назрановский район, Молгобекска. А больше нас не было. А... 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 Они хотели авторитет. Али используют ради этого. Али на это не пошел. А... О чем... Вы что? Откуда? Откуда... Я знаю, что... Откуда эти идут? Ему предлагают эти варианты чекисты. Он отвергает. Знаменитый колхоз с авторитетнейшим председателем надо было дискредитировать сначала, а потом убрать. Что они сделали? Подговорили Одному из родственников его ингуша. Дескать, там в Моздоке продаются семечки. Можно было бы семечки закупать, привозить на машине, перерабатывать на масло, а масло продавать. Вот для колхоза были бы деньги. И Али на это клюнул. Это нормально. То есть, колхоз должен зарабатывать деньги. При любых обстоятельствах. Колхозы же деньги не платили, какие-то трудодни. Это можно себе представить, что такое трудодни? Это если у тебя, колхозы, есть возможность тебе там что-то платить с зерном, несколько мешков пшеницы или овса, или еще что-то такое. А денег не было. И вот здесь потом они запустили ОБХС, контролирующую организацию. что, дескать, он закупал семечки, перерабатывал потом на масло, это масло продавал, а деньги оставлял себе. то есть, это, это было, самое бессовестное, преследование, беспочвенное, совершенно беспредметное. пара евро, сколько до всей руки. Анастасия